Вот этот снимок был сделан в чужом саду. Я это делаю всегда и всюду. Тысячи фотографий, это из них большая часть в чужих садах, потому что в моих процветающих сад в чужих садах непроцветающие. Вот такие идиотские картинки получаются. Это когда человек своими руками наполовину уже уничтожил дерево. Вот это, посмотрите, вот это так называемая обрезка. Вот это все пропадет, вот это уже гниет. Естественно, что все, что выше, будет уничтожено. Потом появятся вот здесь вот, я не сомневаюсь, волчки, которые тоже будут уничтожены, потому что их приказано уничтожить. То есть будущую крону тоже приказано уничтожать. Вот эти вот апологеты обрезок, особенно обрезок на кольцо, они уже дошли до маразма. Сейчас я вот это докажу. И вот эта вот бутылка. В ней тысячи, наверное, уже тысячи несчастных бабочек, животных. Вот. Кстати, вы знаете, что не только пчелы являются опылителями? Опылителем является все, что имеет крылья. Все, что любит нектар. Все является опылителем. Вон они опылители там, банки. Может быть, помогло, помогало это дерево спасти. Вот у меня ни одной бутылки нет, не было и не будет. Чем мой сад хуже? Чем он лучше? Ну, лучше, наверное, потому что нет дебильных этих. Ну, я покажу вам и ретро. Ретро. Я покажу, как я уничтожал деревья. Я беспощаден в себе. И беспощаден тем, кто меня научил их уничтожать. Идем дальше. Вот. Смотрите сюда. Значит, что видно? Вот эта фотография мне напомнила, была небольшая дискуссия. К сожалению, небольшая. К моим проклятиям присоединилась Татьяна Александровна Нага. Эта уникальная женщина. Я называл волшебницей, потому что она силой воли, силой мысли продлила свою жизнь, выращивая деревья сразу по принципу односемечка, новый сорт. Чего не может быть, а у нее получилось. И вот она, это отдельный разговор про нее когда-нибудь. О ней расскажу, удивительным человеке. Вот. Из тех, кто создает природу, которая не в своем веке родилась. К сожалению. И вот она привела пример. Она, по-моему, была дискуссия. Дело в том, что вот есть газета Фазенда. Сейчас она, последний номер вышел в декабре, больше ее не будет. Время такое. Интернет победил газеты. И вот когда-то, когда газета была в самом рассвете, охотно печатала меня в каждом номере. Я там, это, заступился за деревья. Отчаянные мои публиковали письма, вот такие фотографии, что побойтесь Бога, прекратите, вы что делаете. Вот. И она тоже выступила на моей стороне. Были противники. Вот. Одна из противниц, значит, доктор наук. Я не секрет ее фамилию, я просто не помню. Это надо все поднимать. Вот. Это могло быть и в раннем интернете, когда я только это... В общем, она привела, но я отвечаю только за достоверность самого факта. И фразы. Значит, доктор наук сказала, что... А, я-то выступал за то, что дерево внутри теплее. Не имея ни малейшего факта. Но я вижу, как обтаивает снег вокруг штамба. Но он может воронкообразоваться и вокруг просто мертвой палки, даже вокруг мертвой железной трубы. Мало, это не факт, мне говорили. Значит, и что самое... У апологета вот этих обрезок самый страшный пример, по-моему, неправильный. Что внутри дерева так же такая температура, как и снаружи. Получается, что ему, извините за выражение, пофигу. Есть мороз, нет мороза, есть раны, нет раны. В общем, дерево... Как бы за ним признают только статус дров. Которым действительно уже... Вот там поленится дров. Вот она расколота на чурки. И ему все равно. И вот примерно вот такое уже сделали дерево. И разрешили. И воспитали несколько поколений людей, убивающих деревья. Вот. И вот этот довод, вот этот доктор наук, знаете, какой был? Я часто говорю, держите за стулья. Или, как говорят, задорвен. Это, как же он говорил-то, вот, чтобы люди напряглись. Ну, забыл, ладно. И вот она напрягалась страшно. Это научный довод. Но научнее уже не бывает. Нет бы сказать, что были произведены инструментальные замеры. И были просверлены дырки, вставлены градусники. И сказали, да, действительно, можно резать. Потому что внутри на улице минус 30,1. Внутри ровно 30,1, не на четверть градуса больше. И вот, значит, довод ее был вот такой удивительный. Ох уж научной не бывает. А в шубу, если взять самую теплую, внутри-то это одинаковая температура, чем снаружи. А вот так вот. Убила, убила своим этим, убила. Я, кстати, точно знаю, что внутри шубы всегда теплее, чем снаружи. Ну, значит, это уже другая, это уже биохимия. Это уже совсем другой момент. Ну, довод ее был простой, сильный уж обывательский. Кстати, у меня всегда это, не отапливалось сарай, у меня всегда на несколько градусов у нее теплее, чем снаружи. Ну, что мне сейчас доказывать, доктору наук, почему? А? Почему там внутри, не отапливалось сарай, теплее, чем снаружи? Рассказывать? Рассказывать про гниение с выделением тепла, про холодное горение. Я далек от этого, где-то так случайно хватанул, и то где-то так на закорках сознания. Вот. Ну, и так далее. И вот, значит, получается, что из-за этих, ну, неудобно обзываться. Вот. Ну, нельзя же так-то. Ну, нельзя. Вот перед вами дикая рана. Кто-то и сделал, его отрезал, то он живое. Живое. Вот. Ему в голову не приходит, его так научили. Вот. А потом начинается самое страшное. Вот здесь уже отславится кора внизу, видите, показываю. Ладно, идем дальше. Ох уж эти мне любители калеча деревьев. Вот. Вот посмотрите, у меня таких снимков, у меня как сотен. А я показываю, я их покажу вам все несколько сотен. И не надейтесь, что не увидите. Только увидите в течение еще ближайшей десятка фильмов. Еще раз говорю. Фотографии не систематизированы. Что вижу, о том пою. Вот. Упреки в том, что нужна систематизация. Я не принимаю, 90% из вас заснет на первой четверти или выключит. Потому что это превратится в лекцию. А я рассказываю. У меня есть, вспомните, серия этих самых, даже книга, записка зачарованного сибирского садоводства. Кого-то зачарую, кого-то разочарую. Смотрите дальше. Вот. Давайте вот такие несколько разберем. То, чего не видят те, кто режет. Они заставляют нас делать все с точки зрения наоборот. Итак. У человека была... Сейчас пытаюсь по этому... По дальнему фону определить, где это я фотографию делал. Чей это домик. Нет, не вспомнил. Ладно. Итак. У человека была прекрасная груша. Он ее... Ой. Ну точно, рассказываю, вспоминаем. Давайте так. У папа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. Он ее убил. Взял и закопал. И надпись написал. И вот это бесконечное старшее поколение. Помнит это самое бесконечное... Как ее назвать? Речитатив. Или... Может быть... Это глупость говорю. Как она называется. Так то у папа... Собака хотя бы кусок мяса съела. А этот, а за что? И вот, значит, дерево... Особенно вот такие вот. Они в Сибири имеют короткий век. Он проживет 20 лет. Ну, молите Бога, на 15-м году садите рядом уже... Оно еще будет живо-здорово. Садите рядом молодое дерево, чтобы заменить. К сожалению, апологет и обрезок делают, призывают и сами делают все наоборот. Единственное, что мне кажется, что они сами никогда деревья не садили. Иначе то, что вы увидите, это так бросается в глаза, это настолько естественно. Но как получилось, что в 15-м году 21-го века появился человек, который говорит, вы что, с ума сошли? А до этого все сходило с рук. Гигантская литература, гигантская. Ладно дебильные эти лунные календари, но остепененные люди в десятки, сотни лет учили убивать. А раз так получилось, мне нужно доказательство, что это не пустой звук. Ведь ничего, вы понимаете, вот сейчас 100 человек, первая сотня меня увидит, и из них 99 скажут. Да, конечно же, конечно, Валерий Константинович, вы правы. Мир сошел с ума. А соты что? А соты скажут, вы что? Вы на кого это, бочку катите? Вы на кого там это? Ведь они же академики, ведь они же профессоры, они член коры. Они это, их королевская рать, гигантская армия. Они не могли ошибаться, не могли. И вот эти вот изувечные дерева, это на благо самому дереву. Вот. На благо, это потому что это самое. Вот. А дело в том, что вначале, и самое главное, когда появляется, я должен доказывать свое, доказываю. Появились волчки, вот они уничтожены, видите, где раны страшные. Отрезаны небрежно, кое-как. Лишь бы как. Вот. А теперь смотрите, вы видите, что дерево ниже вот этих, тут еще, по крайней мере, штамп чистенький, а вот все, что ниже, он уже начинает сотрескаться, я вам потом покажу. Снимки пострашнее. Что дальше? Раз неблагополучие, вот этим веткам через несколько лет придет хана, извините за выражение. Это уже точно, раз волчок пошел отсюда. Вот. Нет, вы не сомневайтесь, что хозяин этого дерева отрежет вот это вот, потому что его так научили. Дальше, как в сказке, будет еще страшнее. Посмотрим сюда. Вот. Видите, волчок пошел, он уже мертвый. Почему? Кто-то скажет, правильно, отрежет, где-то ветка-то мертвая. А кто ее сделал мертвый? Вот здесь, когда была нанесена страшнейшая рана, страшнейшая, прекратился кровоток, я так называю, кровоток. Вот для меня сок это та же кровь. Называй, как хотите. Еще раз говорю, возьмите клетку человека, из которого человек состоит, он из клеток состоит, кто не знает. Вот. И дерево, вы видите, что они одинаковые. Вот. И вот, чтобы этот кровоток прекратился, вот здесь начались страшные разрушения, и ниже. Вот они, разрушения. Вот. И здесь тоже кровоток прекратился. Вот уже отсохла ветка. Посмотрите, что тут творится. Справа. Вот. Посмотрите, что здесь творится. Вот человек своими руками убил дерево. Ну, как можно? Ведь рана почти такой же диаметра, как эти ветки. Даже вот эта рана больше, чем диаметр этой ветки. Как туда мороз-то не попадет? Вы объясните. Как? Ну, ладно, он ее, возможно, там замазал этим самым садом варом. Вар давно испарился. Ну, еще если я говорю, ну, если уж увидели такую рану, ну, не сделали, а именно увидели, ну, сами сделайте, научите соседей, друзей, хотя бы несколько слоев масляной краски. И краска-то не защитит, то все равно мороз пройдет через нее, как через невидимую. Вот. Думаете, это все вот еще разрушается. Смотрите, видите, вот это, я фотографию для чего взял, вот ради вот этой веточки. Вот он волчок. Вот здесь отрезали. Здесь все начало разрушаться, чтобы вы не слепые. И вот здесь несчастное дерево, вот оно, дало этот самый волчок, который ненавидит лютой ненавистью, который должен быть уничтожен. О боже, а здесь что? Вот это все разрушается из-за этой раны. Вот уже посмотрите, ведь что интересно, да? Ведь на эту рану чихали, научили, сделали, теперь будут учить лечить. А гигантская индустрия по залечиванию, я только не, эта тема не сегодняшнего дня, гигантская индустрия работает. Да вы не делайте это ранто, я уж призываю вот к этому. Ну что это? По черному ордену надо же, чешутся руки, чешите в другом месте. Знаете, куда я вас посылаю, господа садисты.